НЕОНОВЫЙ ГОРОД НЕОНОВЫЙ ГОРОД Игра поделена на два сегмента. Нелегальные гонки по ночному подобию Майами ради репутации среди других стритрейсеров и официальные дневные соревнования на треках ради денег, что потом идут на тюнинг машины. Авторы обещают динамическую смену погоды. Во время заезда может пойти дождь, и сцепление с дорогой станет заметно хуже. Но не говорят о динамической смене времени суток. Это лишний раз указывает на полное разделение двух больших геймплейных блоков. ProStreet, Underground и Most Wanted пытаются связать воедино привычным сюжетом о безбашенных гонщиках, презирающих ПДД. Скорее всего, эта история, как и раньше, окажется жутко поверхностной. Зато впервые можно выбрать одного из 12 героев-аватаров. А потом добавить ему индивидуальности в специальном редакторе. Поменять расу, прическу, штаны, обувь. Прямо как в какой-нибудь The Sims 4. Кастомизированный персонаж будет время от времени появляться в катсценах между ключевыми заездами и безропотно закладывать запястье за спину, если его все же настигнет полиция. Возможности тюнинга тоже немного подросли. Особенно по части звука и визуального стиля машины. Никто не запрещает разрисовать авто от бампера до бампера на свой вкус, придумать логотип и наклеить его на крышу, а в финале еще и настроить тембр рева-выхлопа. А если по какой-то причине вам надоело сидеть перед монитором, продолжить улучшать машину можно через официальное мобильное приложение. На этом новшества, в общем-то, заканчиваются. Авторы уверяют, что поведение автомобиля на дороге сильно зависит от настроек и агрегатов, установленных в гараже. Дискать ползунок между аркадой и симулятором сдвигается только вами лично. Хотите топить на прямых участках? Вкладывайтесь в силовую установку. По душе постоянно дрифтовать? Занимайтесь подвеской. На деле же разница ощущается на уровне «этот кирпич смазали растительным маслом, а этим выстрелили из рогатки». В основе игры по-прежнему лежит Frostbite, изначально сделанный для боевиков. И сколько недорабатывает движок, все равно на нем куда сподручнее размахивать световыми мечами, чем гонять по дорогам. Управляются машины странно, неправдоподобно и непрогнозируемо. Есть мнение, что пока у Хит нет своего лица, и все это мы видели раньше. Как бы вы ответили на подобную критику? Знаете, я, кажется, понимаю, почему некоторые люди могут говорить что-то такое. Но я считаю, они многое упускают, если ограничивают свой анализ лишь поиском каких-то заимствований. Наша игра делает акцент на полиции как Most Wanted, на стиле и тюнинге как Underground, на легальных гонках как Pro Street, и совмещает все в цельный опыт. И таким образом этот самый опыт меняется, если сравнивать с ранними частями. Даже если отдельные компоненты могут вызвать в памяти прошлые игры, когда они вместе, меняется химия происходящего. Думаю, что понять это можно только в процессе. Кроме того, перед вами лучший мир из всех, что мы когда-либо создавали. В нем гораздо веселее гонять. Мы сдвинулись топ-зоны дальше от дороги. Вы не упретесь в тупик. Значительно улучшилось освещение, поэтому и игра в целом выглядит лучше. Можете ли вы что-нибудь рассказать о сюжетной подоплеке происходящего на экране? Да, у нас есть нарратив. Сюжетная линия с началом, кульминацией и финалом. Все как полагается. В Need for Speed всегда была история, и мы считаем это важная составляющая. Катсцены можно пропустить, это не проблема, но мы думаем, они понравятся игрокам. Также у нас есть то, что мы между собой называем побочными линиями, своего рода истории отдельных водителей. Однако проходить такие задания не обязательно, только если вам интересен сюжетный контент. Не подумайте, что мы ненавидим Need for Speed. Все с точностью да наоборот. Хит содержит в себе не только болячки прошлых частей, но и все их удачные механики, которые замечательно работают и до ныне. Только описывать их нет особого смысла. Просто запустите перечисленные игры одну за другой, и вот вам хит. Главная проблема новой NFS вовсе не странная физика, а отсутствие собственного лица. Она наверняка безумно понравится тем, кто последние лет 15 провел на необитаемом острове и никогда не играл в салочки с копами, не впрыскивал закись азота в разгоряченный агрегат и не пересобирал в гараже Skyline. До последнего спойлера. В то же время она разочарует бывалого уличного гонщика только потому, что не предлагает ничего нового. Игра выйдет 8 ноября на Xbox One, PS4 и PC. Ждем от команды Ghost Games анонсов новых режимов и новых механик, которые все же заставят фанатов раскошелиться. Субтитры создавал DimaTorzok Burn All Limits.